Всем привет! С вами Антон и редакция i2Heart. Мы продолжаем знакомить вас с игровыми клавиатурами и в сегодняшней серии речь пойдет о механической Ozone Strike Pro. Начинаем, как и всегда, с упаковки, которая оформлена в черно-бордовой цветовой гамме с качественной типографией и несет на себе информацию об основных особенностях изделия, таких как подсветка, тип используемых переключателей и другое. Перейдем к самой клавиатуре. Она имеет весьма приятный внешний вид и исполнена в строгом минималистичном корпусе с классической раскладкой. В качестве материала выбран приятный на ощупь софт-тач пластик, однако у данного решения есть минус, так как покрытие довольно охотно собирает отпечатки пальцев. Впрочем, чистка клавиатуры влажной салфеткой не вызывает никаких проблем и через пару мгновений она выглядит как новая. Также производитель оснастил клавиатуру несъемной подставкой под запястье, которая в сочетании с откидными ножками на основании делает эргономику устройства по-настоящему комфортной для длительной работы. На этом перечень удобств клавиатуры не заканчивается. На заднем торце располагается USB-порт и два гнезда диаметром 3,5 мм для подключения наушников и микрофона, а на основании предусмотрены углубления для кабель-менеджмента. Что касается самого кабеля, то он довольно массивный, имеет собственные выводы для подключения наушников и микрофона и заключен в тканевую оплетку. Тем не менее, он остается достаточно эластичным и, пожалуй, единственный его минус – отсутствие защиты от перегиба. Перейдем к технической части. Strike Pro собрана на базе надежных механических переключателей Cherry MX серии Brown с легким ходом и небольшой тактильной отдачей без звукового сопровождения. На мой взгляд, этот вариант идеально подходит как для печати, так и для игр, однако стоит помнить, что выбор переключателей всегда сугубо индивидуален. Для клавиш, нуждающихся в стабилизации, выбрано решение компании Костер, что смело можно занести в плюс. Также клавиатура оборудована подсветкой, которая приятно порадовала своей яркостью и возможностью ее регулировки. Недостатка, на мой взгляд, всего два. Кириллица подсвечена менее ярко, чем латинница, что является проблемой всех клавиатур на базе диодной механики Cherry, а также ограниченный набор цветов – белый на основных клавишах и красный на игровых блоках. На этом можно переходить к программному обеспечению. Оно представлено фирменной утилитой, которая лаконично оформлена, интуитивно понятна и обладает широким спектром возможностей. Пользователь может создавать до пяти индивидуальных профилей, изменять скорость опроса порта, управлять подсветкой, переназначать или отключать клавиши, записывать макросы с помощью встроенного редактора и многое другое. Настало время подведения итогов. Ozone Strike Pro оставила весьма приятное впечатление. Клавиатура оформлена в классическом стиле, использует качественную элементную базу, аккуратно собрана, а эргономика не вызывает никаких проблем. Программное обеспечение не обязательно, но является приятным дополнением на случай необходимости расширить функционал устройства. Из недостатков можно отметить немногое – не слишком практичное покрытие корпуса, отсутствие защиты от перегиба на кабеле и, наконец, недостаточно яркую подсветку русской раскладки. В остальном, Strike Pro – хорошо сбалансированный продукт, который можно смело рекомендовать как любителям, так и заядлым геймерам. И на этом на сегодня всё. С вами был Антон и редакция i2Heart. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, заходите на наш сайт и вступайте в группу ВКонтакте. Также напоминаем вам, что текст обзора записан с помощью микрофона Siren, любезно предоставленной компании Razer. Спасибо за внимание и до скорых встреч!